Отлично. Здравствуйте, коллеги. Я каждый год рассказываю об использовании каких-то платформ Альтоэс, а также СПО в нашем университете, а именно Мемни Уфше. Но я обычно рассказывала о конкретных проектах, то есть как бы декомпозиция именно на геоинформационные системы и научно-исследовательские решения. В этот раз я решила подвести вообще как это в целом уже за несколько лет, а у нас это происходит уже 3-4 года где-то, внедряется в наш образовательный процесс, как это становится системообразующим решением в целом, а не индивидуальным. Ну в целом, если коротко коснуться проблемы, понятно, что СПО часто используется, что это единовременно что-то использовать, но не серьезно воспринимается на научном уровне, да также и на профессиональном образовательном. То есть большинство говорят, что нет, на работе будет профессиональная программа, это можно единовременно поиграться, либо же составляет сложности, что, например, с какой-нибудь платной программой Панорама гораздо проще работать, чем с тем же QGIS модулем, что с математическими приложениями профессиональными это значительно проще, да даже с офисом. Ну не говоря уже там о профессиональных системах построения моделей. И дело в том, что многие от Alt вообще изначально отказываются, потому что нет привычки с этим работать и нет понимания значимости этого. То есть воспринимают это несерьезно и как единовременное решение. С одной стороны, возможно, сложности есть, потому что с профессиональной системой работать проще, но тем не менее исследовательская система, любая, строится как раз-таки на основе того, что существуют вопросы и нетипичные, нетривиальные решения, а именно поиск. То есть важно, чтобы актуальные тематики регулярно развивались динамически, а не так, что единовременно созданное решение, в общем-то, существовало годы и практически не развивалось. Вот здесь я постаралась наш процесс от статики как раз перевести к динамике и немного показать. То есть есть исследовательская работа, есть прикладные образовательные проекты. Исследовательская, понятно. Вот мы, например, решили сибайский карьер исследовать, усложнив модели цифровые на базе QEGIS, на базе Python, а также на базе непосредственно Chromium, насколько процессор тянет, ну и в частности на базе альт-образования, ну и частично альт-рабочая станция. Далее мы создали прикладные проекты, которые раздали студентам, которые решаются. Один из них мы уже представляли. Далее сейчас, вот они просто, мы сейчас работаем с образовательным проектом, они отложены по решению конкретных задач на оси. Но, тем не менее, из этого строятся образовательные проекты. То есть в этом году был запущен общий университетский факультатив, и мы впервые даем не только студентам нашей специализации, а вообще студентам всего университета, которые могут записаться с разных программ. Тут есть определенная сложность, потому что подготовка у всех разная, но, тем не менее, система альт-образования должна подходить всем, то есть дистрибутив должен быть общим, и должны записываться даже сторонние люди. И переход на более высокий уровень, то есть мага-лега для магистратуры. Но при этом, если давать студентам творческие задания, мы часто понимаем, что им интересно, какие проблемы возникают, и мы при этом возвращаемся на исследовательский уровень. То есть система строится не только сверху, но как раз таки и снизу. Какие-то проблемы, например, какие-то финансовые задачи или задачи администрирования, они вначале возникают у студентов на любительском уровне, они решают их более просто, а далее как раз таки в рамках прикладных проектов или исследовательских, это как раз таки проблема становится актуальной и решается, плюс многие проблемы как раз приходят с рынка. То есть когда студенты пробуют себя как-то на рынке труда, они понимают, насколько это им актуально или нужно. Но в частности с этого года запущен факультатив, на него было записано 60 человек, сейчас они, получается, решили в рамках данных тематик определенные задачи, сдали практики, получили определенные знания, но мы как раз от них получили интересные фидбэки, которые будут далее внедрены. Как итог, мы хотим в дальнейшем создать онлайн-курс по решению инженерных и технических и прочих функциональных задач на базе именно платформ Альт и СПО, и именно его применимости актуальные. Но курс будет создан где-то года через полтора, когда это будет актуально апробировано, а также будет адаптировано к платформе Альт-Эдюкейшн. Еще что-то здесь большое спасибо компании Базальт, которые у нас регулярно взаимодействуют с нами, как по проектам, насколько это возможно, но и соответственно также предоставляют возможность прохождения практики некоторым студентам. Ну, в частности, вот уже исследование, которое было решено, одна из задач, где студенты рисовали изолинии, они здесь выбирали непосредственно свои зоны, которые хотели отрисовать. Задачка, с одной стороны, простая, с другой стороны, она все-таки исследовательская, потому что зона кто-то водной выбирал, кто-то горную местность, кто-то вообще загрязнение, там еще какое-то, именно смотрел, соответственно, по своим задачам и с помощью QGIS, которая уже настроена в десятку изначально, ее решал, плюс запускал коллаб на базе хромиума непосредственно. Это как разновидность сейчас еще биозадачи решаются, то есть, например, если брать актуальные тематики, то биообласть для исследовательского характера, как нам кажется, наиболее значимая, актуальна. Физические, конечно, тоже, но там с исследовательской есть небольшие вопросы, но это как у нас. Ну, в частности, вот еще прошлогодняя модель построения гайчинского карьера, которая была решена на базе QGIS, и повышена точность. Далее мы к ней еще вернемся по высокоточной области. Ну и, соответственно, был сделан ряд успешных решений. Я передаю слово моему коллеге, который как раз-таки проходил этот факультет. Да, всем здравствуйте. Я сегодня с точки зрения выступаю такого новичка, потому что я, грубо говоря, Linux-ом пользуюсь мало. Решил записаться на этот курс именно по той причине, что мне это стало интересно. Мне хочется понять, почему это так востребовано сейчас, особенно на отечественной сцене. В рамках курса я решал несколько ключевых творческих задач. Вот одна из них, это, собственно говоря, так называемая задача построения рекреационных зон, то есть отмечал на участке карты какие-то метки реакреационных зон, парки, например, между ними высчитывал расстояние, обводил некий радиус с помощью Python и библиотеки Folium. В этом мне помогла операционная система Alt Education и такие инструменты, как Chromium, Python. Следующая задача, это уже более была такая моя прерогатива, сделать. Я решил автоматизировать добавление пользователей в группу, ну, собственно, в создание самих групп, написав bash-скрипт, который это делает. Можно вводить данные либо с клавиатуры, либо скормить файлик с этими данными. Эти группы и пользователи добавятся автоматически, можно их также удалять. Все, оно работает. В этом мне, конечно же, помог встроенный терминал, который тоже есть. Ну и по прохождению курса я освоил достаточно много интересных технологий. Мне были интересны такие вещи, как системное администрирование и геоинформационные системы, технологии. Я поработал с этим. Хотел бы в дальнейшем попробовать, возможно, какую-то околонаучную сферу затронуть в этой области, потому что пока что я новичок, надо еще поучиться. В целом, вот такое у меня положительное влияние по курсу. Ну и, собственно, спасибо за внимание. Здесь оно не работает. Ну ладно. Там была гибка. Спасибо за внимание. Коллеги, спасибо. Можно задавать вопросы. Спасибо за доклад. Я здесь. Да. Вот вопрос, как человек, который только пришел, еще впечатление свежее. Что было именно на этом? Что стало трудности? Да, я понял. Значит, ну вообще, это, наверное, такая больная тема всех тех, кто только переходит с винды на Linux. Это неумение работать без графического интерфейса. Собственно, у меня как раз тоже так. Я с этим столкнулся. Но было интересно разбираться. В целом, установка на VirtualBox тоже там немного так потрепала нервы, потому что оперативной памяти выделил немного, немного подтормаживала. Но в целом, потом я наладил, понял все, как работает, все получилось. Вот такие основные трудности были. Так переход был интересен. Я вот увидел, что у вас, в частности, есть блок финансово-экономических задач. Я на данной конференции, в частности, представляю финансовый университет. Мне очень интересно, откуда вы эти задачи берете и как вы их адаптируете к учебному процессу, потому что это бывает не очень просто. Их надо в таком виде поставить, чтобы студент их мог решить за, так сказать, разумное время. То есть как у вас вот это все поставлено? Но у нас это было поставлено пока на элементарном уровне. То есть те студенты, кто записались с экономической специализацией, выбрали. Они нашли финансовый пакет, который висел на Сизифусе, и с его помощью выстроили графики поведения фондового рынка по нефти, в частности. Но у них там плохо получилось. Они далее открыли Python, добавили, нарисовали. Для учебной задачи это было неплохо. То есть они там отследили динамику фондового рынка нефтяных компаний отечественных за 5 лет до, скажем так, событий с санкциями и после, там еще частично на границе, то, что там было. Далее они это как бы решили попробовать тоже развивать в рамках именно существующих пакетиков, но их довольно мало. Я имею в виду того, что висит на Сизифусе, там надо создавать, возможно, что-то новое. Собрать такой пакет, у нас была идея, но это уже следующий уровень, и это не рамки факультатива, возможно, Моголега. С вами с радостью бы повзаимодействовали, что касается именно финансовых задач. Я сказала, что у нас было решено студентами конкретно, и как это было поставлено. Дальше этот блок можно развить. Хорошо, да, я открыл для взаимодействия, так что давайте. Подойду в конце, возьму контакты. Хорошо, давайте. Спасибо большое. Еще вопросы? Да, вопрос по технической реализации. А студентам, допустим, не предоставляется виртуальная машина не в виде образа VirtualBox, а, допустим, на какой-нибудь PVE? Нет, пока на факультативе работают с VirtualBox. Соответственно, когда мы этот курс по курсу операционных систем делали, мы там с разными виртуальными машинами пробовали, через Docker запускали, в частности, для студентов факультатива VirtualBox все же проще, потому что там разный уровень. У Кирилла все-таки информационная подготовка, хоть он и на втором курсе, поэтому он для себя взял задачу программирования. А многие студенты, например, могут записаться, еще такая проблема, например, социальных специальностей, и они вообще впервые тоже видят Linux, но также пришли, поэтому здесь все-таки универсированная одна виртуальная машина выбрана именно по курсу сейчас. В дальнейшем, может быть, поменяем, как прошло в этом году, если смотреть. Екатерина, благодарю за доклад. По поводу панорамы несколько удивился, потому что на Linux она работает, мы ее и на Эльбрусе заводили, поэтому спросите их насчет соответствующей сборки. И насчет утилиты для добавления пользователя в группу, в Shadow чего-то там под пакете есть с совершенно понятным названием G-Password утилита, которая делает именно это. Я тоже про нее долго не знал, но лет 10 уже так знаю. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, но тем не менее, видимо, обмен опытом. Нет, спасибо, что сказали, потому что касается студента, он вообще попробовал такую задачу, то есть именно добавить большое количество пользователей, насколько получится, как учебная задача, да, она у него получилась. Насчет утилит, спасибо, что уточнили, какие именно существуют, поэтому понятно. А панорама была сказана не к тому, что ее не надо запускать, а к тому, что она платная изначально, а мы именно про СПО здесь говорим. Так, триал-версия, панорама нормально работает, запускали как раз-таки, то есть с этой позиции. А так, спасибо, что сказали касательно утилиты, это была учебная задача, студент с ней справился. А вот если выходить на более высокий уровень, то есть он уже в магистратуре что-то попробует, там мы посмотрим утилиту, с вами контакты уже есть. Спасибо огромное. Спасибо большое. Так, ну вроде бы все, аплодисменты. Да, коллеги, спасибо большое.